Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Unchained LP на ютубе, меня зовут Сергей Лав и сегодня у нас большое дело в Факторио, нам надо как-то выжить. Я буквально прошло несколько секунд после предыдущей серии для вас, для меня прошло там несколько недель. У меня кто-то говорил, что можно лазерные турели использовать, но для них нужна сталь, ребята, причем достаточно большое количество, по 5 штучек, и у меня тупо нету этого времени. Поэтому я разместил вот такое вот количество турелей, я перехожу в технологии, потому что это хорошая пауза в игре, не надо больше о чем заморачиваться. Но я думаю, что мне надо еще несколько турелей, потому что эти не справляются. Я уже несколько раз пробовал, у меня возникают проблемы, мобы каким-то образом забегают вот сюда. Хотя я здесь стену не просто так ведь построил, чтобы они как раз таки не могли пробежать, то есть непосредственно вот в том закутке, который я построил для них, чтобы мы там сражались, но почему-то они не хотят там сражаться, каким-то образом оказываются здесь, все ломают, короче, нехорошие ребята. Поэтому давайте еще три штучки стрелковых, и мне надо больше патронов. К сожалению, у меня, по-моему, не хватает железных пластин для этого, и стены, 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 черт, как же долго все крафтится. И мне нужно все-таки понять, откуда вот здесь монстры появляются. Я их агрю, они пробегают вот здесь, мы пачку, которую я агрю, убиваем, все нормально, у меня остается мало... О, а вот и откуда они прибегают. Вот, вот эта пачечка, отлично, все, надо быстро сохраниться, обязательно сохраниться, ребят. Потому что я понял, откуда теперь вот эта пачка бежит, и... так, нет. По карте я не видел никаких красных точек, между прочим, когда они оттуда бежали. Ну, это ничего страшного. Так, ставим турельки здесь. Так, здесь надо их как можно больше расставить. Здесь, 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 здесь. А я и у меня получилась целая батарея. Ну, проблема в том, что у меня очень мало для них обоим с патронами. Вот в этой, по-моему, они вообще заканчиваются, там, четыре всего штучки. Этого не хватит надолго, скажем там, прямо, но хватит хоть на сколько-то. Так, смотрите-ка, я прям не выкладывая из рук смог переложиться. Блин, здесь вообще не пройти. Вот здесь полно патронов, так что отсюда их и возьмём. Так, я стреляю патронами для дробевика. Вот здесь, кстати, есть бронебойный магазин, который в два раза эффективнее. Ну что ж, смотрим, что происходит. Я даже не ожидал, что они сагрятся. Так, 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 тихо, тихо, тихо. И да, действительно, намного лучше произошло сейчас всё, чем было у меня в предыдущей попытке. На самом деле, когда я за кадром попробовал один раз, у меня с первой попытки как-то удалось всё это пройти. Но когда я начал записывать всё это, какие-то фейлы пошли, фейл за фейлом. Вот отсюда какие-то мобы стали появляться. Вот, и мне вот этих пушек хватало почему-то в первый раз. А потом мне хватало. Ну вот, смотрите, одно не сломали, но я остался на фулл хп, фактически на фулл хп. Если я их не строил, я уже дважды фейлился попытки с ними справиться, то у меня оставалось настолько мало здоровья, что очень тяжело было вот оставшиеся пачки забирать, потому что мне тут надо непосредственно как-то в тыл к ним забежать, чтобы разобраться-то. А без здоровья в тыл не забежишь. А таскать их постоянно к пушкам, это не очень кайфово, потому что их здесь очень мало. А справиться надо со всеми желательно. И пробраться вот к тем спаунерам, из которых они появляются, и разбить эти дурацкие спаунеры. Так, здесь ничего не имеется цель. Да что ж такое-то, сколько их здесь-то? Правда, я убиваю, дробовика хватает, в принципе, чтобы расправляться. Видите, у меня есть здоровье, оно успевает, блин. Такое ощущение, я убиваю пачку, и тут же появляется еще много монстров. Так что давайте я не буду отбегать, чтобы не тратить время на то, чтобы возвращаться. Буду прямо здесь стоять и расстреливать всех набегающих. Так, да, действительно спаунятся, ребята, они спаунятся. Ё-моё, что за глист такой? Блин, что за глист? Я не видел раньше этих глистов. Вот что я первый раз вижу, так это вот этого двух червей. Так, и мобы спаунятся просто с дикой скоростью. Ребята, у меня не хватает здоровья. Не хватает у меня здоровья. Не хватает. Все. Блин, ребята, что-то сложнее стало. Я не знаю, что изменилось, но... Я серьезно говорю, у меня была попытка удачная, в которой я просто забежал сюда, всех убил, чертовой матери, и был доволен как слон тем, что абсолютно никаких мобов не осталось. Были убиты спаунеры. Так, я буду сохраняться после каждого успешного шага, скажем так, к чему-то игра. Кстати, сейчас, ребят, я, по-моему, смотрел на видео, не было никаких залагиваний. То есть, на видео, то, что про седание фпс, я несколько раз упоминал, его нет. То есть, я смотрю, ничего, все нормально, как обычно работает. Хотя, у меня игра, на самом деле, начинает идти в два раза медленнее после сейвлоуда. Так, никаких гранат, что ли. Много их здесь. Я не знаю, как с ними справиться, ребята. То есть, у меня как-то удалось прорваться, но я не помню, как мне это удалось. Может быть, мне свинтить пару турили с собой и поставить их чуть-чуть ближе. Хотя бы, хотя бы где-нибудь вот здесь вот. Им не нужно никакие ничего. Так, быстро, быстро, быстро. Блин, я не успеваю в них закинуть патроны, но сейчас вот эти турили справятся с этой пачечкой. Так, справились отлично. Тихо, тихо, не грызть, не грызть. Фу, фу. Ребята, да вы что, да вы что. Быстро закидываем патроны, хотя бы в одну мы спасем. И, по-моему, одну я из них разбил просто-напросто своим выстрелом, добил, скажем так. Но, тем не менее, одна турили из трех выжила, и она должна мне помогать справляться с мобами. Так, то есть, мне сейчас важно, они... По какому они принципу спаунятся? По таймеру, что ли, или по тому, как я приближаюсь? Потому что я не успеваю приблизиться даже, они начинают уже спауниться. Причем в суровом количестве. Так, так, так. Мне еще этот глист попал в меня. И, блин, ничего себе, он больно попадает. Их не было, когда... Черт, ребята, это просто кошмар. Так, я не знаю, что здесь предпринять, если честно. Потому что, получается, лютый фейл. Раз за разом быстро размещаюсь. Десять три штучки, быстро раскидываю в них патроны. Так, семь сюда. Четыре сюда. Хотя бы два сюда. Да, блин, надо еще за железными этими балочками сбегать. Пластиночками собрать их. Все, одна пушка закончила свою деятельность. У нее закончились патроны. У двух закончились патроны. Черт, здесь тоже уже у всех нету патронов. Так, забираем отсюда. Черт, я понятия не имею. Что же, как мне предпринять? Как выжить? Они слишком дерзкие, по-моему. Их было меньше. Я не знаю, что изменилось. Вот, честно. И зря я, наверное, не сохранился после своей первой удачной попытки. Может быть, я зря сохранялся теперь. То есть, возможно, у меня она была удачная. Потому что я не тянул время. И просто как-то очень-очень быстро со всем с этим справился. Да и мне отсюда мамы никакие не прибегали. Вот. И поэтому мне удалось расправиться. То есть, я сейчас уже там эти наспавнились какие-то непонятные. Так. Хотя, может быть, может быть, мне не надо отбегать. Может быть, мне стоит просто вперед бежать. Я не знаю, с какой скоростью они спауняются. По какому принципу. Вот что. Проблемно. Мне надо как-то расстрелять хотя бы один спаунер. Проблема в том, что их два. Естественно, они спауняются очень-очень быстро из-за этого. Или там уже три этих спаунера дурацких. Блин. Меня этот червяк убивает. Просто убивает. Так. Ладно. Блин. Я не знаю, может быть, червяка. Да. Третий спаунер здесь уже. Блин. Это просто кошмар. Тогда будем действовать по принципу. Давайте просто расстреляем спаунеры. Попробуем расстрелять спаунера. И после уже расстрела хотя бы одного спаунера и червяка. Блин. Тут слишком много мобов нет. Такую пачку мне не осилить. Беги, друг. Беги, Форест. Беги, беги, беги. Давай, давай. Черт. Я таких всех сам расстрелял. Можно было ей не отходить. Может быть, как раз-таки, когда я за экран ухожу, они... Как бы у них откат происходит своего спауна. Вот, черт. Я не... Ты ж, блин. Что-то какой-то фейл лютейший. Как же мне удалось-то их пройти. Вот, видите, маленькая пачка. То маленькая здесь появляется. То, как будто уже здесь большая. Так, все. Этих расстреляли. Быстро, быстро. Без... Нет, здесь уже опять мобы. И опять пачка-то не меньше. Блин, блин. Ну, это что ж такое творится-то? Где справедливость? Так, ладно. Судя по всему, повторяя одно и то же, мы ни к чему хорошему не придем. Может быть, я использовал лучший дэмэдж, допустим, шутгад дэмэдж какой-нибудь. Или я использовал автомат. Возможно, я использовал автомат. У меня нету... Нет у меня никакого автомата. Так, возможно, кстати, я использовал автомат с первой попытки. И это позволило мне пройти вовсе не дробовик. Но... Хм, да, ребята, ситуация сложная. Как видите, я уже раз дофига сейфлоуднулся. И это не привело меня к успеху. Давайте попробуем. Так, давайте также скрафтим побольше себе патронов. Потому что в туреликах они заканчиваются тупо. Так, плюс. Что еще я могу предпринять такого интересного? Как мне на другой слот переключиться, интересно? Не могу переключаться на другой слот. Я не могу, блин, переложить автоматы в слот дробовика, потому что мне пишут, что там используются не те патроны. Не могу переложить патроны, потому что пишут, что они используются не тут оружие. Что за ерунда какая-то? Вот, теперь нормально. Также надо вот в эти турельки заложить обязательно обоймов, которые у меня сейчас должны быть. И у меня есть идея, может быть, попробовать прорваться понизу. Но вообще надо проверить, насколько эффективен мой пулеметик. С другой стороны, понизу я останусь один на один с мобами. То есть у меня не будет возможности отойти к турелям. С другой стороны, если мобы пойдут через верх, они обязательно должны согреться на эти турели проклятые. И турели их должны загрызть. Так, вот этот, по крайней мере, он подальше стоит от этих червяков. Так, 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 пошли, 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 ребята, умирайте, умирайте. Так, возможно, действительно, именно пулемет мне позволит одолеть ребяток. Так, да ё-моё, я, кажется, мажу и не попадаю, не убиваю их. Так, убивайтесь. Надо, чтобы обязательно они в прицеле были, иначе дэмэдж по ним не проходит. То есть, так, блин, какой же скорый... Блин, упс, 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 чёрт, чёрт. Ладно, это, это понятно. Но, тем не менее, кажется, ребят, я нашёл причину того, как же я с ними справился. Видите, пулемёт мне, по-моему, позволяет намного лучше справляться. Так что давайте быстро затариваемся здесь с этими пластинами. Просто по уши затариваемся. Сколько есть в печках, ну сколько есть в печках, блин, нисколько. О, здесь целые сотни, отлично, это просто отлично. До этой печки вообще ничего не доезжает. Так, ладно, сотни должно хватить, чтобы закрафтить. А, пулемёт. И, Б, вагон, просто вагон обоим. Так, также броня у меня есть. Лучшую броню скрафтить я не могу. Так, возвращаемся на исходную позицию, где наши турили, где наши укрепления. Две стены ещё могу скрафтить, но это мне ничего не даст. Не вижу, кстати, чтобы скрафтился у меня автомат. По-моему, я не заказал крафт автомата. Ё-моё, я фейл, походу, делал лютый, да? Как я мог не заказать крафт автомата, если... А, вот он. Вот поэтому я его заказал. Я уж подумал, что я действительно фейл. Просто я сосредоточен на мобах. И патроны у меня, по крайней мере, будут сейчас крафтиться. И посмотрим сейчас, как дело пойдёт. Также вот эти надо две турельки наполнить. Чёрт, они все сюда улетают. Они в инвентаре даже не остаются, их нисколечко. Так, сюда закидываем. Всё. На этот раз я постоянно сохраняюсь. Хотя это мне абсолютно не помогает справиться с мобами. Так, агримся. Сначала большая группа. Большую группу оттягиваем. Как только будет маленькая группа, маленькую группу уничтожаем. Уже собственноручно. Здесь мы максимально стараемся не потерять... Блин, чёрт. Время уходит, но обоймы в пушках заканчиваются, как вы видите. И это нехорошо. Так, ладно, здесь по пять разбросаем. Блин. Ещё 17 я смогу скрафтить. На F5 я, по-моему, могу... Блин, нет. На F5 я не могу сохраниться. На F5 какая-то лабуддистика у меня всплыла. И там наверняка написано, что я какое-то полное дно и лошара. Не могу справиться с этими чёртовыми инопланетянами. Местными аборигенами. Так, ладно. По-моему, я потратил четверть своего здоровья на эту пачку. Но, тем не менее, главное, чтобы меня червяк не пришиб. Потому что червяк тоже больно, оказывается, стреляет. Он вообще очень больно стреляет. Может быть... Слушайте, может быть, я в червяка в первую очередь. Блин, чёрт. Чёрт возьми. По ходу дела. Всё. Блин, ребят, не было тогда червяка. Вот честно вам говорю. Червяков не было вот этих, которые в меня пуляли. Либо я просто всё забыл. Давно это дело было. Уже неделю-две назад я сразу после прошлой серии смог одолеть сразу. И думал, блин, зачем я не записал всё это. Чёрт. И я ещё раз себя проклинаю. И я думаю, что я уйду за кадр. Потому что тут война не на жизнь, а на смерть идёт. И вернусь с каким-нибудь до итогом. Хммм. Блин, ребята. Чё-то неладное творится у нас здесь. По крайней мере, червяки эти. Они, я так понимаю, не могут перемещаться по карте. Но что мне сделать, чтобы эти твари не спаунились, я понятия честно не имею. Проблема в чём? И вообще, какое я принял решение? Я скрафтил себе стальных патронов, которые в два с половиной раза эффективнее. Да, по крайней мере, мелочи я расстреливаю. Проблема в том, что черви очень эффективно дефают эти спаунеры. Если так можно сказать, это, блин, я не знаю. Я просто подбегаю, меня эти два червя расстреливают, как делать нечего. При том, что спаунеры убиваются достаточно долго. Что я здесь ещё могу исследовать, понятия не имею. Вообще, честно. Допустим, лазерные ган-туррит, дэмэдж апгрейд. Блин, чёрт, ничем это мне на самом деле не поможет. Да, он будет чуть-чуть подамажнее вот эти турельки. Но не поможет мне это дело выжить абсолютно. Можно вот такой вот буллет дэмэдж изучить. Он даст сколько-то тут, 10% дэмэджа. Но это тоже слишком мало. Может быть, огнемёт закрафтит. Смотрите-ка. Ну, почему здесь не указано, сколько у него дэмэдж? Ещё и стальных балок, ещё и нужно топливо где-то вот это скрафтить будет. Чёрт, честно. Я буду пробовать дальше с остальными патронами расстрелять, которые домашние. Если дело не пойдёт, попробую закрафтить себе огнемёты. Возможно, огнемётом справлюсь, потому что ребята бегают плотно. И как раз, может взрывчатку им, а? Вот я бы не отказался их взрывчаткой закидать. Так, ракетная, блин. Ладно. Будем пробовать дальше, ребят. И у меня почти получилось один спавнер сломать. Вы не поверите. Но эти черви проклятые реально просто имбовые. Я не знаю, кто их придумал. Они, смотрите, поскольку хп мне сносят. В общем, я стою здесь, просто расстреливаю. И надеюсь, что я успею убить спавнер. Есть. Один спавнер слёг. Блин, нифига себе, у него радиус поражения. Всё, сейчас я только что... Единственное, что я могу, это стоять и отхиливаться. К сожалению, не знаю. Не нашёл здесь никакого способа быстро хилиться. Никаких аптечек здесь скрафтить. Невозможно. Но, тем не менее, минус один спавнер. Ребята, поздравьте меня. Мы промучились. Очень долго я за кадром мучился. Но, тем не менее, я смог перейти... Точнее, уже решил перейти на другое оружие. Видите, на пулемёт, на стальные патроны. И только это позволило мне кое-как убить один спавнер. Но один спавнер, вы скажете, там ещё два. На самом деле, это очень-очень даже хорошо. Потому что, сами понимаете, когда спавнятся с трёх спавнеров моба, а другое дело с двух. Так, и вот здесь, видите, откуда вот эти вот стали набегать? Я не знаю. Стали набегать откуда-то сверху. Я боюсь представить, что там. Давайте сейчас сбегаем туда. Обязательно сохранимся. Чёрт, на доходки, на сохранение посмотреть, какое там. Я боюсь сейчас увидеть здесь ещё 50 спавнеров. И 50 червей. Твою же по голове. Блин, тут спавнер. По крайней мере, у нас здесь один. И я думаю, справиться с этим спавнером будет легче, чем с теми двумя. Поэтому, в первую очередь, надо его выжить. Потому что, если сейчас появится здесь ещё 5 спавнеров, то это будет плохо. Поэтому надо их убивать по одному, пока они только в зародыше. И вот здесь вот... Чёрт ты, блин. У меня патроны закончились. Блин. Ты иди ты нафиг, проклятый. Ай, ё-моё. У меня не хватает патронов. Я столько стали не сделал. Так, умри. Умри. И вот здесь вот ещё, видите, ещё мабы спавнятся. По-моему, нам полное жегр идёт. Я понятия не имею, как выживать в таких условиях. К такому меня жизнь не готовила. Так, ладно. Сейчас, по крайней мере, минус один. Надо их выжигать, пока они по одному. Видите, по одному их можно выжить. Когда их три, это уже становится просто impossible. Какой-то так. Минус спавнер. Фух, есть. Так, с бегом посмотрим, что наверху. Или я не хочу рисковать. Я не очень хочу рисковать. Но здесь тоже есть спавнер. Чёрт, меня окружают эти противники. Нужно просто делать двойную стенку. И в два слоя, там, в два ряда выставлять эти пушки электрические, которые будут их сшибать. Просто, блин, смотрите, какие здесь кучи монстров уже собираются. Чёрт, надо сталь. Ребят, мне нужно много стали, потому что вот пулемёт, который пулемётит стальными патронами, он очень эффективен, надо сказать. И, блин, у меня не копится сталь, потому что все машины её сейчас на данный момент загребают. Я создал дефицит. Не искусственный, конечно, а вполне себе реальный дефицит продукта. Так, закидываю сюда. Сюда пластинок. В общем-то, да. Наверное, надо... Мне кто-то советовал. Не помню кто, не помню когда. Так, чёрт, я вижу по иконкам, что где-то здесь народ бегает, и у меня сожрали ещё и вдобавок. Ё-пырыс и т. У меня сожрали мои... Ха, блин, твою же... Трубу съели. Зачем вам труба-то понадобилась? Ё-моё. Где тут трубу-то скрафтить? Мне одну надо всего лишь, чтобы её запитать. Они, по-моему, были трубы с собой. Всё. Электричество есть? Отлично. Или нет электричества? Почему-то вот эти штуки подсвечены, что, мол, нет электричества. Хотя должно быть электричество. Или... А, съели ещё и водонасос. Ёшкин кот. Ладно, водонасос. Возвращаем на место. Всё. Они должны начать качать воду. Нет. Бойлер. Ну, чё за нафиг-то происходит? Почему-то бойлеры не работают. Насос не качает. В общем, полная беда, печалька какая-то. Чёрт, как я это допустил, понятия не имею. Ну, надо как-то этим разгребаться. Видимо, я опять за кадр уйду. И я предпринял очень рискованное действие. Я отказался от убийства тех спавнеров. Зато я вот эту группу, которая здесь была, я её перетащил. Грубо говоря, к турелям. И они их расстреляли. Поэтому у меня есть теперь возможность справиться с этими... Блин, я не могу справиться с червями. Просто не могу. Я понятия не имею, что с ними делать. Они потому что убивают. У меня просто как делать нечего вообще. По крайней мере, здесь группа стала меньше. Я, наверное, вот этот спавнер могу выцепить. Теперь могу выцепить. То есть, тут далековато для того, чтобы эти черви могли меня атаковать. С другой стороны, если... То есть, с другой стороны, тут мобы тоже спавнятся. И когда я пытаюсь убить червей и верхний спавнер, вот эти мобы, они туда прибегают. То есть, верхний убить я не могу, потому что нижний мешает. А вот нижний могу убить, потому что верхний тут не особо будет мешать. Так, блин, патроны. Ё-моё, не вовремя, как заканчиваются патроны-то. И да, мне надо что-то срочно предпринимать на этот счёт. Потому что мне нужна броня, лучшая броня, чем есть на данный момент. Лучшее оружие, чем у меня есть на данный момент. И иначе я просто здесь загнусь, если они будут с такой периодичностью спавниться. Лучшие бронительные сооружения мне нужны. Намного лучше. Много больше турей по всей площади. Пока что они бегают только сверху. Но я боюсь, что они будут начнут бегать ещё и дополнительно снизу. Тогда я точно буду вообще просто здесь не знаю, что делать. Но, если честно, я не ожидал такого хардкора. Почему он здесь начался? Я вам ещё раз повторяю, пятый раз пытаюсь себя успокоить как-то. Что почему-то у меня всё прошло хорошо. Никаких червей не было. Никаких более высоких спавнеров я не видел. То есть, с других сторон на меня тоже не набегали. А тут что-то прям какой-то кошмар. Ад и садамия началась. По крайней мере, два из трёх спавнера я уничтожил. Что однозначно лучше, чем три спавнера в одном месте. Потому что это, как вы видите, просто ад по одному же. Я вам сам продемонстрировал, уже по одному спавнеру справиться в принципе можно. То есть, если особенно нет червей, просто здесь и черви вот эти дурацкие. Первый раз их вижу в своей жизни. И, в общем, полный, полный аншлаг. Так, надо здесь закинуть больше плит, чтобы мне крафтилась сталь. Без стали я загнусь. Что только с хорошими вот этими вооружениями, эквипами у меня получается расстреливать противника. Кстати, я мог просто-напросто поставить простые патроны, вот у меня есть. И использовать их, а не дробовик. Хотя, это ещё неизвестно, что лучше дробовик на самый стандартный, либо пулемёт на самый стандартный. Я думаю, что пулемёт всё-таки поэффективнее. И остаётся открытым вопрос, как убить тех червей. Я не могу к ним подбежать абсолютно никак, ребята, без шансов. Их два, потому что один я, может быть, успел бы там расстреливать с фулл хпшками. Так, давайте посмотрим, что мне предлагается. Energy Shield. Ну, мне говорили, что Energy Shield это что-то такое просто нереально. Так, Energy Shield MK2 Equip. Эффект Energy Shield MK2. Energy Per Unit. Так, понятия не имею, для чего эти шилды. Вроде как, я надеюсь, что это одевается. Но не похоже, что это одевается, потому что это потребляет энергию. А как я могу? Я же не железный человек. Вот Power Armor, допустим. О, ну да, конечно, скрафтил я себе Power Armor, особенно Power Armor 2. Но это мне бы сейчас однозначно помогло. Автомобилизм. Что это какой-то я... Москвич какой-то древний могу скрафтить. И он мне, по-моему, ничем не поможет, если только я смогу давить противников. Так, но это мне тоже не поможет. Создание брони 2. Вот что мне точно поможет. Это создание брони 2, наверное. Смотрите, износ 5000, яд 5, 30%. Понятия не имею, почему показатели брони отображаются в единицах и процентах. То ли это соотношение единиц к процентам. То есть 5 единиц защиты соответствуют 30% поглощения урона. Либо это 5 единиц отдельно, 30% поглощения отдельно. Вот туфта какая-то. Физикл 6, 30%. Экспложен 10, 30%. Везде по 30-ке. Физикл, главное, что 30-ка. Ой, говорю, шестерка. Я не знаю, чем плюют черви. Не похоже, что и взрывными. По-моему, просто шариками, какими-то ядрами. Давайте, в общем, 5, 10, 6 по 30-ке. Сейчас посмотрим, что в простой броне у нас. 3, 2, 3. Ну, разница огромная, надо сказать. В броне. Ну, еще есть одна большая проблема. Это 50 стали надо. Ну, давайте, происследуем. 30 всего пакетов надо. Более дэмэдж, который я уже наисследовал. Да, ладно, придется ждать, ребят. Придется дефаться. По крайней мере, я сбил спеть с этого спаунера. То есть, я уже могу жить. То есть, я не при смерти. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Потому что, по крайней мере, один спаунер, это терпимо. Вот эти два. Вот это я, конечно же, загрузился. Вот тут не убитый спаунер теперь. Опять. Но, по одному их можно одолеть. Главное, что они очень далеко друг от друга. Вот проблема в том, что мне надо еще стены производить. Почему-то у меня не производятся стены, я так понял. Или в чем-то проблема, короче. Вот отсюда он не высовывает, что ли. В общем, какой-то ерундой тут занимаются. Конвейеры. Здесь он фулл уже по стенам. Ладно. Окей. Буду крафтить стены. Значит, исключительно вот в таком вот режиме. Понятия не имею. Если честно, почему вот отсюда не перекладывается сюда. Хотя, вроде бы, показано, что должно перекладываться. Обычный электрический манипулятор работать должен. Хотя, может быть, знаете, я неправильно поставил. Да нет, все правильно. Я такой ошибки больше не совершаю. То есть, стрелочка куда указывает, это туда, куда он будет перекладывать. Может быть, я просто переставлю тогда этот электроманипулятор вот сюда. Будет он выкладывать? Нет, он не выкладывает. Так, я запутался. И где-то мне опять показывается, что проблема. Но, по-моему, всю проблему расстреляли вот эти пушки. Я надеюсь. Так. Странно, почему вот в этом конвейере сборочной. Я же указал, что собирается. Мол, стены. Вот стены. Потребляется стоун. Хотя, смотрите-ка, я переставил рецепт непосредственно на стену. И манипулятор заработал. Вот тут волшебство. Но это, видимо, какая-то бага. По крайней мере, стены будут производиться в автоматическом режиме. Как я, собственно, и хотел, чтобы они производились. Потому что я вручную не могу закрафтить миллион стен. Да, тем более, на одну стену требуется 5 кирпичей. Это большое количество. И по времени это очень-очень долго ждать. Также мне очень-очень долго ждать 50 стали. Я боюсь представить, сколько мне времени потребуется. Но я надеюсь, что к тому времени я буду еще жив. Тем более, что эта броня должна все-таки мне... А, 30, смотрите, 30 у меня уже есть. Это здорово. Это просто потрясающе. Потому что это уже больше, чем половина. Это две трети, по-моему. Если я не ошибаюсь. Три пятых. Это во. Что-то у меня, по-моему, все-таки двойка по математике. На данный момент. Так, я думаю, уйду за кадр сейчас. Потому что надо ждать, когда заизучится вот это. Когда заизучится наша супер броня. И с супер броней уже идти расправляться со всеми остальными монстрами. Потому что я думаю, что она как минимум в два раза лучше. Я могу еще раз посмотреть. Здесь, по-моему, так. Здесь у нас 5, 10, 6. Здесь же у нас всего лишь 3, 2, 3. Да, по экспложенную в пять раз лучше. По оксиду, конечно, чуть меньше, чем в два. Но по физику в два раза все-таки. Так, что еще потребуется? Почему? А, не тут я смотрю первый рецепт. Да, ребят, и в пять раз она прочнее. Ну, я и первую-то не износил еще до сих пор. Вот, но мы вернемся, когда что-то произойдет. Хотя, знаете, ребята, мы уже по времени выходим за рамки серии. Потому что здесь еще надолго. Если особенно сейвлоудиться из-за фейлов постоянных. Нам еще потребуется достаточно времени, чтобы расправиться с противниками. Строить стены. Поэтому давайте будем эту серию заканчивать. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. Если вы хотите больше Факторио, я обязательно учту ваши пожелания. Вот, а на этом действительно все. Я надеюсь, что развлекаю не только себя, но и вас.